И сейчас новость последних минут. Скончался эстрадный певец Иосиф Кобзон. Эту информацию подтвердили родственники артиста. Ему было 80 лет, и он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Лирическая песня, невероятно соответствующая эпохе оттепели, с её ориентацией на жизнь и чувство обычного человека, прозвучало в 1962-м в эфире Центрального телевидения. После этого в редакцию полетели письма, спрашивали, случились ли у героев песни отношения. А 25-летний исполнитель Иосиф Кобзон, как принято говорить, проснулся знаменитым. Уроженца захолустного городка Часов-Яр Донецкой области, открытое лицо, притягательная улыбка и глубокий баритон. Знаменитый фестиваль «Песня года», основанный в 1971-м, и открывался выступлением Кобзона. Довело свою почурять молодым Рыжий бешеный огонь и чёрный дым Если обычного исполнителя от силы пять песен можно назвать визитной карточкой, то у Кобзона десятки. Это лирические, романтические, патриотические, военные. Этот день победы! Его голос звучал из каждого окна. Без него не обходился ни один Новый год. Кобзон ездил с гастролями по всей стране. Подбадривал молодых строителей БАМа. Выступал на наскоро-сколоченных подмостках, без фонограммы, вживую. Позже ездил в Афганистан, где пел для наших солдат. Выступал перед ликвидаторами Чернобыля. Баритон Иосифа Давыдовича был саундтреком всей жизни в СССР. Конечно, в разрешенных цензурой рамках. Это был идиллический Советский Союз, где лился негасимый свет из московских окон, где никак не хотелось расставаться с комсомолом, где романтической любовью была Куба, а потом уже геологи и физики, на которых сходился клином белый свет. Кобзон пел даже для детей, но с нотками суровой назидательности. Тысячи глаз в небо глядят, Кубу прямо твердят. Один из культовых сериалов «17 мгновений весны». Песни Терри Вердиева тоже исполнял Кобзон. Режиссер Лиозного попросил его петь не так, чтобы слышался Кобзона, так, чтобы слышался Штирлец. Кобзон спел, но попросил убрать свою фамилию из титров. «Где первое мгновение, где последнее, у каждого мгновенья свой резон». Тоду любил, энергичный, деятельный, он курировал спектакли, концерты, основал эстрадный факультет в Институте театрального искусства Гнесиных. В 90-х пошел в политику, был депутатом Госдумы 2-го, 7-го созывов. Доброжелательный, неравнодушный, он всегда хотел прийти на помощь. Известна история, когда во время захвата заложников в театре на Дубровке он вел переговоры с террористами и вывел женщину с детьми из зала. Спасенная назвала сына, появившегося уже позже, Иосифом. Он поддержал решение по возвращению Крыма. Он приехал в Луганск и Донецк. В Донецкий центр эндокринологии Кобзон привез дефицитный инсулин, выступил в местном театре, за что украинские власти лишили его звания почетный гражданин Днепропетровска, Краматорска, Славянска. Годы шли, все так же никакие большие официальные концерты не обходились без Иосифа Кобзона. Его репертуар только расширялся. Еврейские песни, бардовские, даже шансон. При этом ему никогда не изменял вкус. Он мужественно боролся со своей болезнью, продолжал работать. И до конца дней он так и не расстался с песней. Зинаида Курбатова, Вести.